Руслан и Людмила. Первая законченная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворная волшебная сказка, вдохновленная древнерусскими былинами. Содержание. События поэмы предваряются вступлением, в котором описан волшебный край Лукоморья. Там от ученого кота автор якобы и услышал эту сказку. Киевский князь Владимир выдает свою дочь Людмилу за храброго богатыря Руслана. Но в первую брачную ночь невесту похищает старый колдун Черномор, карлик с невероятно длинной бородой. Князь отменяет свадьбу и объявляет, что мужем Людмилы станет тот, кто ее спасет от колдуна. Помимо Руслана в поход за девушкой вызываются три его соперника. Суровый Рогдай, трусливый хвостун Фарлав и юный хазарин хан Ратмир. Однако соперники терпят неудачу. Рогдай пытается убить Руслана и гибнет от его руки. Фарлав вместо поисков отдыхает, а Ратмир набредает на замок с чудесными девами и остается в нем. Руслан встречает доброго старого волшебника, финна по национальности, который рассказывает ему свою историю. Он всю жизнь пытался добиться любви высокомерной ведьмы Наины, но достиг своего лишь тогда, когда они оба были уже слишком стары, а потому отверг ее любовь. Наина и до того жестокая озлобилась на него и сдружилась с Черномором. Старик дает Руслану совет – магическая сила Черномора в его бороде, которую нужно полностью отрубить, чтобы лишить его силы. Путешествуя дальше, Руслан на поле боя, усеянном костями, встречает огромную голову, отрубленную, но живую. Голова пытается сдуть его, но герой проявляет силу и упорство, чем впечатляет голову. Голова рассказывает, что прежде была братом-великаном Черномора, который предательски его обезглавил. Под головой Руслан находит древний меч и клянется с его помощью жестоко отомстить колдуну. Тем временем Людмила приходит в себя в волшебном дворце Черномора, окруженная роскошью. Карлик-колдун пытается впечатлить ее своим величием, но девушка берет в руки случайно упавшую с его головы шапку-невидимку и сбегает бродить по дворцу. Наконец колдуну удается заманить ее в ловушку и усыпить, но он не успевает надругаться над девушкой. Во дворец приходит Руслан и вступает в бой с Черномором. Богатырь хватает колдуна за бороду, а тот, пытаясь улететь, уносит его в небо. После долгого полета Черномор выбивается из сил, и Руслан отрубает ему бороду и берет в плен. Он не знает, как разбудить Людмилу и увозит ее с собой спящей. На обратном пути Руслан встречает Ратмира. Тот женился, оставил ремесло воина и стал рыбаком. Возле Киева Руслан останавливается на ночлег. Тем временем злая ведьма Наина находит русливого Фарлафа и подговаривает его убить спящего Руслана и самому привезти Людмилу в Киев. Что Фарлаф и делает. Фин находит убитого Руслана, возрождает его с помощью живой и мертвой воды и дает кольцо, способное разбудить Людмилу. Богатырь снова скачет в Киев, который в этот момент был осажден ордой печенегов. Руслан помогает разгромить печенегов и пробуждает Людмилу. Потрясенный Фарлаф сознается в обмане, но на радостях его не казнят, а лишенный силы Черномор становится придворным шутом. История создания. Поэма была написана в 1818-20 годах, после окончания в 1817 году лицея. Пушкин иногда указывал, что начал писать поэму еще в лицее, но, по-видимому, к этому времени относятся лишь самые общие замыслы, едва ли текст. Ведя после выхода из лицея в Петербурге жизнь самую рассеянную, Пушкин работал над поэмой в основном во время болезней зимой 1817, 18 и 19 годов. Пушкин прочитал за это время восемь томов истории государства российского Николая Карамзина, 1766-1826 годы жизни. Пушкин ставил задачей создать богатырскую сказочную поэму в духе известного ему по французским переводам неистового Роланда Ариосто. Критики называли этот жанр романтическим, что не следует путать с романтизмом в современном понимании. Он вдохновлялся также Вольтером, Орлеанская девственница, что нравится дамам, и русскими литературными сказками, такими как клубочная повесть о Еруслане Вазаревича, Бахарияна Хераскова, Илья Муромец, Карамзина или особенно Альёша Попович, Николая Радищева. Непосредственным стимулом к началу работы над поэмой стал выход в феврале 1818 года первых томов Карамзинской истории государства российского, откуда заимствованы многие подробности и имена всех троих соперников Руслана. Поэма написана астрофическим четырехстопным ямбом, который, начиная с Руслана, стал господствующей формой романтической поэмы. Поэма содержит элементы пародии по отношению к балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев». Пушкин последовательно иронически снижает возвышенные образы Жуковского, насыщает сюжет шуточными эротическими элементами, гротескной фантастикой, эпизод с головой, употребляет простонародную лексику, удавлю, чихнула. Пушкинское пародирование Жуковского изначально не имеет негативного оттенка и носит скорее дружеский характер. Известно, что Жуковский сердечно радовался пушкинской шутке, а после выхода поэмы подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победитель ученику от побежденного учителя». Впоследствии, в начале 1830-х годов, зрелый Пушкин, склонный критически переоценивать свои юношеские опыты, сокрушался, что пародировал «Двенадцать спящих дев» в угоду черни. Отзывы и оценки. Поэма начала печататься в «Сыне Отечества» весной 1820 года в отрывках. Первое отдельное издание вышло в мае того же года, как раз в дни ссылки Пушкина на юг, и вызвало возмущенные отклики многих критиков, усмотревших в ней безнравственность и неприличие. Александр Федорович Воейков, начавший было журнальную публикацию нейтрально-доброжелательного разбора поэмы, последней части отзыва под влиянием Ивана Ивановича Дмитриева, раскритиковал ее. В переписке с Карамзиным Дмитриев сравнивает Руслана и Людмилу с известной эрой комической поэмой Николая Осипова «Вергилиева Енаида, вывораченная наизнанку», на что Карамзин в письме от 7 июня 1820 года отвечает. В прежних письмах я забыл сказать тебе, что ты, по моему мнению, не отдаешь справедливости таланту или поэмке молодого Пушкина, сравнивая ее с Инаидою Осипова. В ней есть живость, легкость, остроумие, вкус, только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса, все смятано на живую нитку. Особую позицию занял Павел Александрович Катенин, упрекавший Пушкина, наоборот, в недостаточной народности и излишнем приглаживании русских сказок в духе французских салонных повестей. Значительная часть читающей публики приняла поэму восторженно. С ее появления началась всероссийская слава Пушкина. Эпилог «Так мирожитель равнодушный» написан Пушкиным позже, во время ссылки на Кавказ. В 1828 году Пушкин подготовил второе издание поэмы, добавил эпилог и вновь написанный знаменитый пролог. Формальная часть песни первой «Лукоморья дуб зеленый», усиливший условно-фольклорную окраску текста, а также сократил многие эротические эпизоды и лирические отступления. В качестве предисловия Пушкин перепечатал некоторые критические отзывы на издание 1820 года, ставшие в новой литературной обстановке уже откровенно спешными. К примеру, критическую статью малоизвестного критика, который о поэме Русланы Людмива написал «Представьте, мол, мужик в лаптях в армяке, вторгся в какое-то благородное собрание и закричал «Здорово, ребята!» По поводу этого случая литературный критик Вадим Кожинов отметил, должен сказать, бывает, что самую высокую оценку дают человеку не друзья, а враги. В 1830 году, вновь отводя в опровержении на критики старые обвинения в безнравственности, поэт подчеркнул, что теперь в поэме его не устраивает, наоборот, отсутствие подлинного чувства. Никто не заметил даже, что она холодна. В честь героини поэмы назван «Астероид» 675-й Людмила, открытый в 1908 году американским астрономом Джоэлом Мэткалфом. Цитата Коткова Михаила Никифоровича. «Очень естественно, что Пушкина называли по преимуществу творцом Руслана и Людмивы. Позднейшие, более зрелые произведения его не могли изгладить первое впечатление, произведенное им на общественное сознание. Содержание его ничтожно. Это пустая сказка, ни на чем не основанная. Герои не запечатлены никаким определенным характером места и времени. Это какие-то воздушные призраки. Внутреннего творчества в ней нет, но есть творчество выражения. В ней слышится слово, которое вырвалось на вольный простор жизни. Речения и обороты языка являются здесь во всей чистоте и силе своей. Котков. Ну вот и все, ребятки. Желаем вам счастья, здоровья, хорошего настроения, прекрасного самочувствия, успехов в труде, любви, всего хорошего. Пока-пока.